Итак, наш фестиваль, фестиваль науки. Я думаю, что о том, как устроен мир, как устроена Вселенная, думал человек, как только он вообще начал осознавать, что он живет в неком необъятном пространстве. Тогда не было еще понятия космос, и впервые это слово встречается у Гомера, Илиаде, где это понятие относится скорее к порядку. Словом космос назывался порядок, правильный, упорядоченный. По-настоящему объяснение космоса, Вселенной, конечно, возникло после Пифагора, Пифагорейской школы. Уже Пифагор задумался, как численно объяснить Вселенной. Вот этот необъятный мир, и что такое Вселенная? Мы сейчас не знаем ответа на эти вопросы, мы только начинаем это познавать, и это бесконечно. Но все-таки космос в таком понимании, как бесконечность, космос, как мир нашей окружающей, четко, можно сказать, сформулировал Пифагор. Мы говорим о науке, и, конечно, само понятие науки и слово наука становились на свои места не сразу. Это слово возникло гораздо позже. Но, пожалуй, я бы назвал Бекона, который, понимая, что это наука, сказал, знание – это сила. И, конечно, уже после таких подходов люди стали понимать, что научные исследования – это, прежде всего, сила, сила, которая движет обществом, сила, которая движет прогрессом. Это люди начинали понимать. Ну, а сами фестивали науки возникли в Великобритании в 831 году, когда была создана Британская ассоциация развития науки, это именно в этом году Фараде открыл явление электромагнитной индукции и начали проходить фестивали науки в Великобритании. Они самые известные и первые шагали по нашей планете. Но интересно, что на этих фестивалях возникло много терминов новых, много новых было презентованных открытий, в том числе приборов. Фестивали науки реально стали движителем общества, и они определяли этот прогресс. Ну, например, само слово «наука» или «ученый», «сайдис», возникло тоже во время одного из фестивалей в Великобритании. У нас в стране, уважаемые коллеги, сказали, фестивали науки возникли в 2006 году. И вот они возникли после того, как журналисты европейских стран, пишущие на научные темы, спросили, посещая Московский университет, а не надо ли вам организовать, по примеру, других стран, свои фестивали науки. Я понимал, что наша страна очень научная, в менталитете наших людей всегда главным была тяга к познанию, к чему-то новому, к чему-то такому интересному, научному. И мы рискнули первый фестиваль в 2006 году. На него пришло 20 тысяч школьников, но это был успех. Фестиваль прошел уже вот в этом здании, оно только что было построено в 2005 году, и мы радовались этой первой удаче. Затем последовали один за другим фестивали, и сегодня уже всероссийский, четвертый московский фестиваль, Московский университет и прирост всероссийский фестиваль проводится на разных площадках нашей страны. Совсем недавно, несколько дней назад, он прошел в Новосибирске, и там просто колоссальный успех, 80 тысяч посетителей пришло на этой площадке посмотреть экспонаты. И он сжигает по всей стране. Я думаю, что вот то, что Московский университет выделил эту идею, она прижилась именно здесь, как главная площадка. Во многом следует из того, что основатель Московского университета Михаил Алексеевич Ломоносов заложил в основании университета науку. Это правильно, когда университетом главным наравне с образованием, сопутствующим образованием и поддержкой образования является наука. Трудно представить себе университет без науки, без фундаментальной науки. Ведь именно здесь молодые люди, аспиранты, студенты, здесь каждый год приходят новые пытливые люди, и, конечно, наука должна быть в университетах. И поскольку Михаил Алексеевич Ломоносов, создавая Московский университет, как бы заложил в его устав занятие наукой, и университет выполняет эти заветы, вот, по-моему, кажется, и привело к тому, что и фестиваль научный был генерированный, создан в Московском университете. Может быть, не все знают, что все научные общества нашей страны рождались в Московском университете. Общество испытателей природы, общество любителей словесностей, общество математическое и другие, все они рождались в Московском университете. Выросли известные научные школы. Таким образом, это очень правильная линия, когда университет поддерживает науку и занимается фундаментальной наукой, и готовит людей, способных заниматься наукой. И я хочу коротко, прежде чем перейти к рассказам о многих людских премиях и лауреатах, подчеркнуть и презентовать основные направления научных исследований, они в Московском университете, но они, конечно, не только в университете, они и в других местах, но это те, где мы занимаем приоритет. Вот я хотел, чтобы уважаемые посетители почувствовали, где есть передний край науки. Конечно, мы начали нашу лекцию с понятия космос, той Вселенной, которая нас окружает. Что мы знаем о Вселенной? И, естественно, приоритетом фундаментальных научных исследований является познание Вселенной, познание космоса, космическая программа. Она в университете впечатляющая. Мы запустили собственное изготовление шесть спутников. Последний релек работает на орбите, и нуклон присоединился. Работает на орбите и сбрасывает очень интересную информацию на приемной станции Московского университета. Наши спутники начали изучать то, что ранее было неизведано. Это космические гамма всплески, это так называемые световые транзиенты и различные явления, связанные с космической радиацией. Все это крайне важно. Достаточно сказать, что световые транзиентные, это вспышки, на экране показана такая вспышка, направленная вверх от Земли, но по мощности сравнимая с взрывом, по мощности атомной бомбы. И ясно, что изучать природу и вспыши, их проявления очень важны. Так вот наши спутники как раз и изучают вот эти транзиентные явления и природу, хотя до сих пор объяснить не удалось. Мы только видим, что они расположены в доле экватора Земли, но до сих пор это делают и другие страны. Нельзя до конца объяснить, что это за явление. Нашей гордостью является подготовка к запуску спутника Ломоносов. Спутник Ломоносов, мы думаем, будет запущен с космодрома Восточный. Это тяжелый 500-кг спутник. И здесь все приборы сделаны учеными, аспирантами и даже студентами Московского университета. Спутник будет регистрировать космические лучи, будет мерять гамма-всплески. Он будет испытывать некоторые приборы, связанные с ориентацией, в том числе с поведением космонавтов в космосе. И это спутник уже абсолютно настоящий, запущенный отдельной ракетой, отдельным ракетоносителем. И он под силу, конечно, очень крупному научному коллективу. Московский университет занимает приоритет, я думаю, в мире по изучению космической программы с помощью флотилии спутников. И это наш приоритет, я думаю, приоритет заметный в мире. Сюда же примыкает изучение космоса с помощью так называемой сети роботов-телескопов. Что это такое? Наши ученые изготовили сами эти роботы, поставили их по всей территории России, от Москвы до Владивостока. И управление этими роботами осуществляется из Московского университета. То есть они открываются и закрываются, и исследуют космическое пространство по командам и программам, давая из Московского университета. Главная задача этой сети роботов-телескопов «Мастер» состоит в регистрации различных явлений, в том числе так называемых черных дыр. И действительно здесь удача. Здесь вот мы зарегистрировали гамма-всплеск, это одно из важных явлений в космосе. В 2012 году в районе Благовещенска. И мы видим, что это начинает сформироваться черная дыра. Она на расстоянии нескольких миллиардов святых лет от Земли. И мы меряем ее с помощью этих спутников в разных диапазонах волн электромагнитного спектра, что показано на правом слайде. А вот еще одно наблюдение. Давайте посмотрим, это снова роботы-телескопы, на эти два снимка. Вот мы видим опорный кадр год назад. Это в районе Тунга, Байкал, Иркутская область. Мы видим так спокойное свечение некоторого космического объекта. А через год вспышка Вазара, левый кадр. Мы видим, что этот объект произошел взрыв в космосе. И образовалась, по мнению наших ученых, так называемая сверхмассивная черная дыра. Вверху показана ее модель, математическая модель, цифровая модель. Это сверхмассивная черная дыра на таком огромном расстоянии от Земли, 11 миллионов световых лет. Но она в 30 тысяч раз ярче млечного пути. Вот что уже сейчас мы можем наблюдать из Земли. Понятно, что это далеко до общих понятий, как устроена Вселенная, которую мы, наверное, никогда не узнаем. В начале 2012 года второй приоритет было строительство новейшего суперкомпьютера пиковой производительностью. Более 10 петафлопс. По заказу Московского университета, компания Т-платформа, создавшая предыдущие вычислительные системы Чедышев-Пилованосов, строит инновационную инженерную инфраструктуру, способен обеспечить работу не только первоначальной конфигурации суперкомпьютера, но и его поэтапную модернизацию до уровня производительности в 27 петфлопс. Новый суперкомпьютерный центр является комплексным амбициозным проектом. Вот лишь несколько фактов. Мощность системы отвода избыточного тепла рассчитана на отведение 12 мегаватт тепла. Общая длина кабельных линий составит более 65 километров. Для размещения оборудования весом более чем в 250 тонн установлены разгрузочные балки с опорами, несущей колонии сталью. Проект должен быть полностью реализован в декабре 2014 года. К настоящему моменту уже создана инженерная инфраструктура, система охлаждения и окончены отделочные работы в машинном зал. Уже на первом этапе новый суперкомпьютер МГУ превзойдет по пиковой производительности ломоносов более чем в 5 раз и войдет в первую десятку мирового рейтинга. Помимо международного престижа, будущий суперкомпьютер станет важнейшим инструментом повышения конкурентноспособности российской науки и широкого круга коммерческих и государственных компаний в условиях нарастающей глобальной конкуренции. Это была презентация второго проекта «Суперуслители». В мире организована огромная гонка по этому направлению. Соединенные Штаты, Китай, Япония, Европа стараются приобрести или создать суперкомпьютер «Суперуслители» как можно большей мощности с тем, чтобы решать задачи, не поддаясь решению другими способами, ранее не поддаясь решению. Да и любая модель, 3D-модель сложного изделия обязательно требуется у «Суперуслителей». Я покажу некоторые примеры. И, конечно, страны объединяют свои усилия в виде национальных центров. Например, Китайская Народная Республика, она позже включилась в эту гонку, но увидев, что Соединенные Штаты лидируют в суперкомпьютерных центрах по мощности, создали свой «Суперуслитель Тиана» в Министерстве обороны, которая превзошла мощность «Суперуслителя» Соединенных Штатов. Идет гонка каждый год за приоритеты. Московский университет вступил в эту гонку, как университет. И надо сказать, что мы на равных соревнуемся с этими ведущими центрами, поддерживая и создание этой машины, и создание такой инфраструктуры, и, конечно, решение задач. Мне вот сейчас операторы докладывают минуту назад, что вот в данную секунду на «Суперуслитель» очередь из 600 задач. То есть каждую секунду желающих решать задачи на «Суперуслитель» до нескольких сот. Мы поставили амбициозные задачи в Московском университете. В новом корпусе Ломоносовске, вы видели, мы создали инфраструктуру. Это завод. Это завод. Это 6000 квадратных метров. Это 12 мегаватт тепла. Это почти город. И мы хотим нарастить нашу мощность, и уже в этом году, и я сейчас скажу, и в следующем году до десятков пэта-флопс. Ну, предельная наша задача через год 25 пэта-флопс сделать, и тем самым, по сути, лидировать в мире. Ну, может быть, мы будем где-то пятерки. Зачем это делается? Мы делаем это за тем, чтобы наша страна не оказалась, как иногда бывало в прошлое, на обочине вот какого-то рывка, который мы пропустим, и этот рывок потом трудно будет исправлять. Мы такой пилотный проект как бы держим. Сегодняшняя мощность нашего супер-флопс, около двух пэта-флопс, это приличный результат в мире, где-то 17-й, 20-й, мы колебимся там каждые полгода. Но уже к концу года мы вот на этой инфраструктуре, что было показано, ставим первую стойку, она полпэта-флопса, а в будущем году мы нарастим нашу мощность, наверное, до 3-5 пэта-флопс, и уже заметно будем лидировать среди других стран. Я уже сказал, что супер-флопсители нужны за тем, чтобы решать задачи, не поддающиеся ранее решению. Например, лекарства, создание лекарств, например, сложное явление, например, прогноз погоды и так далее. Здесь много задач, которые требуют супервычислительных вычислений. Ну вот, например, мы в интересах космоса моделируем отделение крышки парашютного контейнера, возвращаемого аппарата из космоса. Вторую модель мы делаем, моделируем работу двигателей, системы спасения. То же самое в интересах космоса, когда садится кабина или капсула с космонавтом. Очень трудно рассчитать траектории, ну и энергетику, и все другие задачи. Только суперкомпьютер. Вот он может считать уже довольно хорошие, реальные математические модели. Это только два примера, решаемых нами на супервычислительных, но без этих решений фактически нельзя делать то изделие, о котором я сказал. Я хочу дальше презентовать еще один проект, так называемый Ион из Кулачева. Вообще разработка лекарств, разработка лекарств лидирует в другие страны, Соединенные Штаты, Европа. Нам очень трудно, потому что это трудный процесс. Я хочу привести пример создания лекарства, которые покупают у нас и Соединенные Штаты. Речь идет о разработке лекарства, антиоксиданта, доставляемого митохондрией. О чем идет речь? Речь идет о том, что в организме главную жизненную функцию, в клетке, выполняют так называемые митохондрии. Она обеспечит организм всем, и с помощью митохондрии клетки дышат, и с помощью митохондрии питается многое. Это фактически организм в организме. Но беда в том, что митохондрии засоряются свободными радикалами, такими мощными ядовитыми кислородными соединениями, и они приводят к старению клетки, а следует к старению или заболеванию организма. Значит, единственный способ бороться с этим явлением доставлять антиоксиданты внутри митохондрии. И вот академик Скулачев работает в Московском университете, придумал две вещи. Первое, он придумал антиоксидант из растений, а во-вторых, способ доставки. Ну, давайте посмотрим краткую презентацию. Мы видим клетку, видим ион Скулачева, он положительно заряженный, и он стремится к митохондрию, которая отрицательно заряжена. Здесь физика, положительно заряженный ион Скулачева, открытый им, доставляет лекарство в отрицательно заряженную митохондрию, антиоксидант. Мы видим, что вот это зеленая митохондрия, вот ион Скулачева старается пробить мембраны, ограждающие клетку, а затем и митохондрию, и попасть с антиоксидантом внутрь. Вот он попадает внутрь митохондрии, доставляет туда нужное лекарство. Это идея. Как она была реализована? Проект Скулачева объединил группу из очень многих ученых, это сотни ученых. Они вот запретентовали свои изобретения в России, в Соединенных Штатах, Германии, Швеции. И вот что интересно, клинические испытания проводятся в Соединенных Штатах. Глазные капель, безаметим. У нас они продаются в аптеке, но, конечно, чтобы он стал продажей, это лекарство продажей в Соединенных Штатах, нужны испытания в Соединенных Штатах. И небывалые. Американцы покупают это лекарство, проводя, ну, для порядка, клинические испытания у себя на добровольце. В планах академика Склачева и его группы не только визаметин, который лечит очень тяжелые болезни глаза, так называемое старение сетчатки, но и разрушение сетчатки, но и вот цель такая амбициозная, вместе с первым медом создать лекарство, они назвали гриопластометин, который будет, в принципе, бороться со старением, то есть он будет служить антиоксидантом, уже не только для лечения глаза и глазных клеток сетчатки, но и для лечения других органов, которые стареют. Амбициозная задача, но решенная нашими учеными, 300 ученых работает над этим лекарством в России, Швеции, Германии, и И фактически препарат сделан и уже продается в аптеках. Хочу еще презентовать один успех Московского университета. Сказать о том, что медицина, хирургия особенно, столкнулась в последнее время с проблемой, что не обязательно надо делать глубокую операцию с человеком, а достаточно делать проколы. Но через прокол рука хирурга не может достичь больного органа. Требуется какой-то щуп, который бы мог достичь больного органа и определить его плотность, форму и так далее. Тем самым заменить руку хирурга при операции, но не делая тяжелые операции, тем, что рука хирурга реально куда-то достигла труднодоступного органа. А щуп это делает легко. Вот нашей группой был сделан этот щуп. Он используется сейчас при операциях, причем даже в центре онкологическом Давыдова. Уже несколько операций с его помощью было проведено. Удача этого щупа еще в том, что параллельно с компьютером лежит определенная груша. Вот Ольга Юрьевна, голодец, держит руку на этой груши. И щуп, давая изображение на экран больного органа, заставляет грушу принимать те же формы и ту же плотность, что больной орган. То есть хирург может ощупать реально этот орган с помощью так называемой груши, вот на которой лежит рука Ольги Юрьевны. Ну, этот прибор принят медицины, прошел все необходимые согласования. Построен завод в Туле. Этот завод построило предприятие «Сплав Тулы». И на этом заводе уже выпущено более тысячи таких же приборов, таких же, как скажем, УЗИ или другие. Они уже оснащают наши поликлиники. Это, безусловно, наш приоритет в медицинском приборостроении. Еще один приоритет, я хотел о нем сказать. Он тоже привел к тому, что построено уже несколько заводов у нас в стране. Это высокотехнологичное производство углеродных материалов, тормозных колодок, системы зонного различного использования. Это делает группа профессоров Дерева, химический факультет, с помощью специальных технологий с углеродами. Основана эта технология на глубочайших фундаментальных исследованиях в области химии. Вообще говоря, вот это изделие и это предприятие, созданное Московским университетом, оно является одним из ведущих у нас в стране. По сути, ни один самолет современный не выходит со стапели, не используя различные материалы, сделанные с помощью этой технологии из углеродных материалов. Это тоже завод, и не один, в Воронеже и в других местах. Хочу еще презентовать, совершенно неожиданно, вот в этом году, одна из высших премий международных, Галина, была присуждена сотрудникам биологического факультета, Собову и Розенгранцу, за то, что они разработали такую ракету, или нано-ракету, у которой несколько ступеней, и эта нано-ракета доставляет антираковое лекарство в самое чувствительное место клетки, в ядро клетки. Вот. И вот мы сейчас видим, как вот эти нано-ракеты атакуют клетку, доставляя лекарства раковые клетки в ядро. И, в общем, высшая премия сотрудникам биофака международного по эту тему, безусловно, это успех. Ну и, может быть, это заключение из успехов наших, не все можно перечислить. Не так давно комиссия жюри и совет президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых присудил доценту кафедры биологии с факультета Полилову премию для молодых ученых. Он изучал и исследовал строение очень миниатюрных, мельчайших многоклеточных живых организмов. Оказывается, нас окружают абсолютно маленькие, очень такие, состоящие всего из нескольких клеток, но живые организмы. Порой их даже не видно. Но надо их найти, систематизировать и построить, и изучить, построить теорию по их изучению. Все это передовой фронт науки, и сейчас мы перейдем к Нобелевским премиям, и мы увидим, что многое связано с этими исследованиями. Вершиной наших мыслей Московский университет является создание научно-технологической долины Воробьевы горы. Завершив строительство на новой территории, вот в библиотеке, в которой мы находимся, Ломонос корпуса, Шуваловского корпуса, мы выдвинули идею построить на площади в 100 гектар научно-технологическую долину Воробьевы горы. Мы хотим, чтобы достижения ученых, кафедральные, лабораторные, идеи групп молодых ученых, вот те, которые рождаются в гаражах, могли находить свое продолжение вот в этой долине, в этих лабораториях, в этих корпусах, в этих гаражах, которые, может быть, для начала и имеют определенные цели, а что-то из этого получится. Хочу подчеркнуть, что идея создания долины это не коммерческий проект, это даже не технопарк, где присутствует в значительной степени бизнес. Мы хотим, чтобы долина была логическим продолжением фундаментальных исследований Московского университета, других университетов, Бауманского, Фистеха. Мы приглашаем всех, и уже, кстати, сотрудничаем с этими университетами. Мы хотим, чтобы в эту долину пришли корпорации, государственные наши, которые будут заинтересованы в этом изделии. И, собственно, изделие должно сразу от идеи, идеи или даже небольшого образца стараться перейти в опытную серию, а потом, может быть, и в серийное производство. Амбициозная задача. Мы ее перед собой поставили. Есть все необходимые условия для ее решения. И, кстати, строительство долины уже началось. Мы строим и школу для одаренных, уже строительство идет полным ходом. Мы строим здесь и специальные социальные объекты, гестхаусы для приглашенных ученых. И разработана концепция и проект долины, который включает те приоритеты направления, где наша страна может лидировать, и где мы можем избежать элементарного импортного привоза. Мы хотим, чтобы мы могли создавать какие-то линии и изделия, которые бы совмещали то, что мы не должны богатая интеллектом страна привозить. Вот такую задачу мы перед собой поставили. Я хочу сказать, что за час до нашей встречи я встречался здесь, на седьмом этаже, с тремя Нобелевскими лавиатами. Один из них присутствует здесь в зале. Мы просто обсуждали перспективы науки, и была очень свободная беседа за чаем. И надо сказать, что разговор, само собой, свелся к этой долине. И я рад, что вот эти выдающиеся люди, приехавшие к нам, они ученые, не меньше равных в своих областях, все в один голос сказали, надо строить, надо строить гаражи, надо суметь создать цепочку, когда какой-то продукт молодых ученых, аспиранта, студента, школьника мог бы быть опробирован в этом гараже. И такие долины должны быть. И, кстати, они, представители других стран, очень рыночные, как бы меня попросили, ну ты попробуй избежать коммерциализации, потому что тогда это может свестись, как часто у нас бывает Каринтия. Или потому что наши деньги будут через эту долину уходить в другие страны. Вот это я постараюсь не сделать. Мы постараемся сделать, чтобы наша долина работала на нашу страну. Ну и теперь об одном проекте. Это как бы итог наших мыслей. Вообще, вот Сергей Иванович Вавилов, Николай Иванович Вавилов, простите, перед войной поставил задачу собрать семена культурных растений со всего мира, коллекционировать их, разложить по определенным хранилищам, полочкам, и постараться их сохранить для будущих потомков. Мало ли что будет, как эволюционирует природа. А может быть, через 100 или 200 лет надо будет восстановить этот вид растения, или изучить, или посмотреть. Нужна такая коллекция. И надо сказать, что в 30-х годах ему удалось реализовать эту идею. Он объездил там сотни стран, собирал по крупицам, по зернышкам эти семена, и коллекционировал, систематизировал. И такая коллекция хранилась в Ленинграде. Вот я разговаривал с одним старейшим работником этого хранения. Он плакал, когда говорил, что была блокада, люди были голодные, падали в оборот. Но коллекция была не тронута. Коллекция была сохранена, коллекция зерен для будущих поколений. Это подвиг, конечно, сделанный выдающимся нашим соотечественникам. Коллекцию сортов. Московский университет подумал, а что если сделать такой ноевый ковчег, но уже коллекцию клеток живых организмов. Клеток, которые, может быть, видов исчезнувших, исчезнувших, или существующих. С тем, чтобы через какое-то время, через 100-200 лет, ученые сказали, а что было на Земле? Какие были животные? Какие были виды? И вообще, что было? Для этого, конечно, в то время технологии, уже сейчас, позволяют по этим клеткам воспроизвести эти виды и изучить их, или просто изучить строение. Это бесценный материал. И вот, посоветовавшим всем составам Московского университета, все факультеты, это и химики, биологи, почтоведы, математики, физики, историки, решили попробовать обратиться в наши фонды с просьбой поддержать создание коллекции «Ноевый ковчег». То есть, в такой коллекции, где бы было создано и хранилось там в клиогенных условиях или там в других нужных, мы знаем, как это делать, в долине, в нашей долине, мы построим специальное хранилище, всем, чтобы такая коллекция осталась для будущего, осталась для будущих людей. Открою секрет. Я спросил у коллег моих Нобелевских вариантов сегодня, есть ли такая коллекция в мире. Они были, все они химики, биохимики, профессионалы. Они сказали, нет, японцы сделали небольшую. Я еще не знаю, попрошу присутствующих специалистов посмотреть, но мы могли быть здесь пионерами. Я считаю, что, возможно, вот этот проект, он, конечно, трудный, на годы, и он требует усилий Московского университета, собственных финансов Московского университета. Мы их потратим. Но, может быть, это тот проект, который бы украсил университет и нашу страну на фундаментальную науку. Ну, и теперь я расскажу о премиях Нобелевских вариантов, и о том, что делали наши ученые в этом направлении, какие кирпичики они положили в фундамент и основание этих наук. Три премии. Давайте их прокомментируем. Нобелевская премия по физиологии и медицине. Она называется «За изучение нейрофизиологических механизмов ориентации в пространстве». Премия присуждена жену Акифу и супругам Малбрид и Эдгард Мозерс. Супруги – ученики Акифа. О чем идет речь? Постараюсь просто объяснить. Сейчас есть система GPS. Вот мы попали в незнакомый город. И мы хотим узнать, где мы. Очень просто. Берем планшетник, смартфон, смотрим, и он показывает точно, где мы находимся. Ура! Человеку механизм, прибор подсказал точку. Хорошо. Вторая задача. Но мы хотим из точки А, в которой мы находимся, переехать точку Б. Например, мы едем на автомобиле, на работу, выбираем маршрут. Значит, мы вносим свой планшетник в точку Б, и в GPS есть карта, она быстро ищет маршрут и предъявляет нам маршрут. Таким образом, две задачи. определить место и определить маршрут из пункта А в пункт Б. Человек живет. Но возникает вопрос. Он давно возник. Он у каждого человека возник. Хорошо. А что позволяет животным, птицам, да и человеку без GPS, без этого планшетника ориентироваться в месте, понимать, где он находится и, да более того, из точки А в точку Б каким-то образом добираться. Таким образом, есть ли биологический компас, GPS у живого организма, в мозге, в мозге. Фундаментальный вопрос. Именно этот вопрос и решили эти нобелевские лауреаты. Причем, учитель Кив решил первую задачу. Он как бы создал GPS точки, место. Он обнаружил, где в мозге находятся клетки места. А супруги решили вторую задачу. Как переехать из точки А в точки Б к животному или человеку, например, не обладающему приборами. Конечно, это мозг. И вообще, атака на мозг будет главной проблемой предстоящих научных исследований в мире. Я очень думаю и уверен в том, что мы, наши ученые, не должны здесь отстать. Итак, Кив обнаружил, что в таком разделе мозга, гиппокампе, есть нервные клетки, которые отвечают за то, что, например, в данном случае бегающие крысы, они определяют, что крыса оказалась на нужном месте. Ну, например, в норе она спокойна или возле еды она спокойна. Эти клетки сигнализируют животному, что ты на месте. Таким образом, Кив обнаружил в этом гиппокампе отделе мозга раздел такие нервные клетки и назвал их клетками место. Они сообщают животному, что ты на месте. Но это недостаточно. По GPS мы знаем, что нам, как правило, надо переехать из пункта А в пункт Б. И вот эту задачу решили. Вот мышка бежит, вот она задумалась, вот сработало что-то и она к Нобелю нашла свое место. Значит, вот эту задачу решили супруги мозговцев. Они рассмотрели соседнюю область мозга, так называемую интернеальную кору и обнаружили клетки координат. И вот здесь чудо. Мне как математику чудо. Оказывается, что эти клетки отвечают за то, чтобы у птицы, у животных, и у человека тоже самое, были в мозгу построены границы области. То есть, чтобы все пространство, которое птица видит, на примере птицы, было разбито на определенные области, и птица понимает, что она находится в этой области, это сигнал дает нервной клетке место, потом она движется к границе области, потом она видит следующую область, и таким образом она перелетает из пункта в пункт Б, по карте, которая есть в этом разделе коры, и безошибочно ориентируется, причем, что очень интересно, что карта местности разбита на правильные шестиугольники, таким образом, геометрическая фигура шестиугольника, представьте, является в каком смысле оптимальной для полета птицы, меньше всего энергии тратится птица, чтобы обозреть окрестность, если она разбивает область на участки, шестиугольные участки, а пересекая границы, включается новая память другого шестиугольника, и таком образом, птица находит свое место в пункте Б. Вот, но, что установили эти ученые, что связь между клетками мозга, клетками места и клетками координат существует, то есть, непрерывный сигнал, клетка места горит здесь, а клетка координат показывает карту, куда лететь. Таким образом, птица непрерывно работает два участка мозга. Но это не все. Я сейчас скажу, сколько здесь еще не початываю, как он не открытый здесь пласт знаний. Ну, почему изучали эти ученые, я просто знаю, они изучали, отталкиваясь от того, что при болезни геймера, одной из страшных болезней, поражаются эти участки мозга, и тогда человек теряет ориентацию. И вот, изучая болезнь, эти ученые пришли к такому открытию двух участков коры головного мозга и обнаружили их функции, обнаружили их функции, так называемое GPS внутри мозга. Что делалось у нас и какие результаты на эту тему предшествовали и были сделаны нашими учеными. Но прежде всего я хотел вспомнить выдающего нашего нейропсихолога Лурия Александра Романовича, который изучал тот же гиппокамп, и он по сути в точности определил его роль в механизмах памяти человека. Помните, крыса или животное по гиппокампу помнит, что она находится на месте, в норе или возле пищи. Ну и он очень много сделал для того, чтобы лечить больных потерей этой памяти. Надо сказать, что тогда существовала теория американцев, что надо просто оперировать человека, удалять эту часть мозга, и все. А Лурия выступил как ученый за то, что это можно лечить. Но вот еще что интересно, другой профессор Московского университета Соколов и Виноградова показали, что в гиппокампе есть еще участки мозга, которые не только участвуют в памяти, клетки есть, но они обеспечат ориентировочные действия человека. Ну, например, почему одному хочется быть художником, а второму хочется быть математиком, а третьему заниматься там администрацией. Вот оказывается, что в мозге есть клеточные такие ткани и механизмы соответствующие, которые отвечают за ориентировочную будущую деятельность человека. Я думаю, так же и возможно и у животных. И вот я хочу сказать о своей работе на эту тему. Эта работа была написана в 2008 году. Тогда мы, работая с космонавтами и ориентируя их на работу в космосе, изучали вестибулярные аппараты для тренажера. Я об этом как-то рассказывал. И, конечно, мы заинтересовались работой вестибулярной системы, ориентации, потери ориентации. И тогда я поставил задачу у нас несколько человек. Савтором мой был профессор из Мексиканского университета Сота, который прекрасный хирург, нейрофизиолог, он оперировал на животных. Попробовать разобраться с навигацией птиц по перелете. Следующий вопрос. Смотрите, привозим птицу в клетки или под наркозом, часто так бывает, в неизвестную точку и выпускаем. Через какое-то время птица возвращается на то место, где она обитала. Причем она безошибочно ориентируется в пространстве. В чем дело? Вот в этой работе, она, кстати, опубликована в докладах Академии наук в 2008 году, мы выдвинули идею, что птица ориентируется в пространстве с помощью еще одного механизма, так называемого логена. Возможно, здесь есть биологи, и термин этот знают. Так вот, этот механизм логена, когда летит птица, например, с севера на юг, она подвержена и земному тяготению, и есть так называемая сила кориолиса, которая перпендикулярно движению действует. Эта сила кориолиса возбуждает определенные полоски чувствительные в этом организме органе логена, и он сигнализирует птице, что она сбилась с курса. Но как возбудить орган? И вот мы заметили, что когда птица летит в стае или одна в далеком перелете, она периодически головой ныряет, или целиком ныряет, или только головой. Этим самым она делает движение, чтобы возбудить ту самую силу кориолиса, которая действует на полоски логены и определяет свое место координат. Таким образом, у животного, у птицы это относится и к косулем, который прыгает и так далее. Есть еще один механизм в мозге, который сигнализирует, что ты сбился с курса. Ясно, что этот механизм связан с теми механизмами, которые открыли Нобелевские ауреаты и как-то взаимодействуют. А теперь смотрите, открыт всего механизм памяти и места, координат и места. А что? Механизм ориентировочной деятельности, о механизме ориентации птиц, это тоже из той же оперы. Таким образом, изучение мозга, это бездонное поле. Я думаю, что здесь еще будут многие-многие работы и многие Нобелевские премии. я очень рад, что и наша работа была посвящена этой тематике в 2008 году. Теперь вторая работа по физике. Она присуждена трем авторам, двум из Японии и одному из Соединенных Штатов. О чем идет речь? Казалось бы, об очень привычном для нас деле. Речь идет о том, что вообще вот современные световые приборы. Какие они должны быть? Были лампы, был огонь у древних, потом факер, потом свечи, потом лампы, потом лампы накаливания, которые сейчас уже запрещены, потом вот лампы люминесцентные, очень вредные, они ртуль содержат. И вот в 20 веке были изобретены полупорниковые диоды, они излучают свет при пропускании электричества. Тогда светодиоды очень просто. Они миниатюрные, их нельзя разбить, и они потребляют очень мало энергии. Казалось бы, ура, победа, но. И вот это но привело к Нобелевской премии. Дело в том, что светодиоды синего цвета, синего цвета, долго не удавалось получить, так как светодиоды красного и зеленого цвета были получены. Известно, что красный, зеленый, синий дают любой цвет, в том числе белый. И только в начале девяностых годов случился прорыв, был найден материал нитрит галлия, который японцы и эти ученые использовали в своих разработках. Ну, они обратили особое внимание на синий цвет, понимая, что белый цвет получается получается уже из этих трех, двух известных и третью. И таким образом, это новая технология, светодиод, белый свет. Вы знаете, я вот принес, приобретенный недавно, правда, это не мной, а мне подарила дочь, фонарик в Германии. Вот, он светит так же, как флоромашины. Здесь 24 светодиода, его продолжительность жизни 10 лет, 10 лет. И, собственно, вот это и есть то технологическое чудо, которое следует из открытия синих светодиодов. То есть, произошла такая революция. Давайте вспомним некоторую историю. Сотрудники физической факультета Геннадий Васильевич Сапарин и Михаил Васильевич Чукичев первыми наблюдали генерацию синего излучения. Правда, это были начало 90-х годов, очень трудные для нас, на физическом факультете. Они получили патент, но для записи с очень маленького участка, один микрон. Это был эффект такого точного излучателя. Конечно, стоял вопрос о излучателе более значительной площади, но в то время у нас не было интереса к этим работам, было трудно эти работы проводить и их поддерживал только энтузиаст Александр Иванович Юнович, профессор физического факультета. И вот один из Нобелевских лариатов, Суци Накамура, часто работал с Юновичем. Они проводили ряд совместных исследований и вот первых десяти светодиодов от зеленого до фиолетового. И поэтому я считаю, что вот работы наших ученых и особенно Александра Ивановича Юновича заслуженно примыкают вот к этим результатам, которые отмечены в Нобелевских премиях. Я хочу сказать, уважаемые коллеги, приятную новость. Михаил Васильевич Чукельчев и Александр Иванович Юнович присутствуют в этом зале. Я хочу им благодарить. Спасибо вам, уважаемые коллеги, за ваш энтузиазм. и за ваши выдающиеся работы. Геннадий Васильевич Сапарин уже, к сожалению, ушел от нас. И третья премия по химии. Здесь эта премия дана авторскому коллективу двум профессорам из Соединенных Штатов и одному профессору Хель из Института Макса Фланга, Германия. Здесь на самом деле две работы. Но они объединены, как часто бывают в Нобелевском комитете. О чем идет речь? На самом деле это работа по химии, но она относится к биологии. Потому что речь идет о изучении с помощью флуоресценции на самом деле биологических объектов. Конечно, микроскоп может изучать определенный объект. Чем меньше объект, тем труднее его изучать, потому что дифракция. Дифракция. Как сделать так, чтобы с помощью микроскопа убрать дифракцию и по возможности выделить изучаемый объект биологический и максимально свести его размеры к минимальным. То есть эти размеры должны быть минимальными. Ну, вот, собственно, этому и посвящена эта работа. Она состоит из двух методов. Первый метод. Определенный изучаемый объект, так сказать, оснащают такими светящимися молекулами, это очень понятно как сделать. И начинают их рассматривать в микроскоп. В микроскоп. Вот. Ну, вот, с помощью определенной методики, это как раз заслуга первого метода этих авторов, что они могут выключать сечение некоторых молекул, а изучать только некоторые. Таким образом, они по очереди выключают те или иные светящиеся молекулы, с помощью компьютера обрабатывают информацию, на самом деле это задача по обработке информации. И в результате выясняют то ядро светящиеся, которое им надо изучить, сужая его расстояние до, простите, размеры до минимальной. фактически речь идет о свечении некоторых окрестностей молекул, поочередно их выключать, с тем, чтобы потом обработать с помощью компьютера, определить вот то самое место, которое подлежит изучению. Вообще, значительную роль в прогрессе этого метода сыграли наши ученые. Я с удовольствием хочу сказать, что вообще впервые цветные флоресцензившие белки в кораллах, это в организмах открыла группа российских ученых во главе с выпускником биологического факультета, ныне академиком Сергеем Анатольевичем Лукьяновым. Сейчас эти исследования продолжаются в институте имени ученикова Шемякина, в лабораториях и, конечно, без этого открытия нельзя было осуществить то, что сделали нобелевские лауреаты. Ну, а теперь вот картинка как светятся эти молекулы, это я неполный фильм покажу. В результате обработки с помощью компьютера вот выделяется то самое ядро, центр изучаемого биологической части и она уже становится фактически рассмотрена под микроскопом до очень маленьких масштабов сведено размер этого изучаемого места. 10 раз улучшена вот как бы разрешимость при таком изучении. Вот стабильная картина. Вторая часть этой работы разные авторы делали по-разному. Это немец делал, Хелл. Он делал два лазера. Одним лазером он возбуждал светиться молекулы, а другим лазером он как бы бубликом с дырочкой внутри накрывал это место сверху другим лазером. Таким образом всю окрестность он затемнял. Очень просто как бы. Чтобы увидеть, что в центре надо окрестность закрыть полоской, бубликом. Как это сделать? Ну, с помощью двух лазеров разными пучками, разной длины волны. Одно лазер заставляло молекулу светиться, а вторым лазером делал бублики, накрывал окрестность и тем самым в 10 раз улучшил разрешение изучаемого объекта. Конечно, эта Нобелевская премия по химии, но она безусловно применяться и применяется будет биологией для изучения с помощью таких микроскопов биологических материалов. Я хочу с удовольствием сказать, что один из таких микроскопов и очень мощная группа, кроме академика Лукьяна в институте. Если на Московском университете это группа членов господента Донцовой, я думаю, что они работают в этом направлении довольно успешно. Таким образом, я рассказал о трех Нобелевских премиях и постарался немножко сказать и о тех работах наших ученых, которые связаны или были каким-то началом или, может быть, и были неизвестны авторам, это тоже бывает, но в любом случае наши ученые работают на хорошем научном направлении. Фестиваль науки наш девятый, он праздник, вы получили поздравления, на этом фестивале науки много экспонатов, приборов, он проходит на 70 региональных площадках, 600 организаций, 5000 мероприятий. Мы считаем, что в этом году посетителей будет около двух миллионов. И вот интересно, что количество посетителей портала 5 миллионов. 5 миллионов. Кто посещает фестиваль? 40% школьники, 30% студенты, 15% молодые специалисты, ну и другие любопытные люди, тем, кому наука не безразлична. Это фестиваль 2014 года, 75 площадок, 2000 посетителей, 7000 мероприятий. Это чудо, которое доставляет нам наука. Добро пожаловать в мир науки. Спасибо. Спасибо.